Власть КИЗ на канале КАПЛЮС. Акценты, тенденции, лица недели. Студия Аслбек Абдулов. Здравствуйте. Официальное расследование жанузенских событий 16 декабря 2011 года закончено. Теперь на очереди скорое судебное разбирательство. Предстоящий суд обещает стать процессом века в истории современного Казахстана. Процессом, в котором выпукло обозначатся все противоречия между властью и обществом. К уголовной ответственности привлекается 7 организаторов и 36 активных участников беспорядков. 29 из них находятся под арестом, 14 под подпиской о невыезде. На неделе по ходатайству общественной комиссии из изолятора временного содержания ЩИТПЕ под подписку о невыезде отпустили пятерых человек из жанузена 13. Участники общественной комиссии, побывавшие в жанузене, далеки от мнения, что следствие можно считать законченным. На их взгляд все только начинается. Когда мы слышали их разговоры, нам было не по себе. Слышать эти разговоры, это, я не побоюсь это сказать, это хуже, чем фашисты, наверное. Потому что фашисты действовали на территории чужой. В отношении чужих населений они свои зверства совершали. А здесь по отношению к своим братьям, можно сказать, совершались просто немыслимые преступления. Рассказы эти, волосы дыбом стоят. Просто кровь стоят, можно сказать. Этими словами общественный деятель Жасарал Куаншалин охарактеризовал действия властей в жанузене. Он признался, что разговаривая с местными жителями, не мог сдержать слез. Куаншалин, как другие члены комитета Жанузен-2011, уверены, что их работа будет плодотворной. Несмотря на то, что жанузенцы живут в постоянном страхе, все-таки нашлись люди, готовые к сотрудничеству. Те 17 людей, которые признаны как бы властью, это только вершина, так сказать, айсберга. А на самом деле, вот уже некоторые люди нам обещали уточнить другие факты. И на этой основе мы убеждены, что этот список, к сожалению, будет пополняться. И мы сможем доказать, что преступление власти, оно гораздо тяжелее, чем даже нам это представлялось. Общественные деятели пробыли в жанузене всего 4 дня. Но по их словам, за это время они многое узнали. Члены комитета утверждают, после пережитого многим жанузенцам требуется психологическая помощь. Мы ряд посетили семьи погибших, как уже говорилось, да? И хочу сказать, помните официальная версия? Полиция была вынуждена применить оружие в целях самообороны, да? То, что они там кого-то защищали, 5-10. Так вот, я вам хочу сказать, из тех людей, мы около десятка посетили семьи погибших, огнестрельные ранения, приведшие к смерти, в спину, в заднюю часть. А теперь давайте не будем таким высоковым следователем, просто логика. Человек нападает, они что спиной на полицейских нападали? Или спиной там пытались-то захватить Акимат? 16-го утром он ушёл на работу, а когда возвращался на обед домой, услышал концерт на площади, пошёл туда и был убит. Почему в него стреляли? Пуля попала в затылок, а вышла из носа. Семья погибшего так и не получила материальную помощь, которую обещало правительство. Когда родственники Байбека обратились в прокуратуру, требованием разобраться, кто стрелял в их сына. В ответ пришёл протокол, в котором написано, во время беспорядков их сын занимался мародёрством. Вот почему против него применялось оружие. Пусть кровь моего сына никогда не отпустит человека, который в него стрелял. Больше мне нечего сказать. Некоторые чиновники уже задержаны. Бог их покарает. У погибшего 22-летнего Байбека Куба Дулаева осталась жена и годовалый сын. Каждый день Нуртас рассматривает фотографии отца и ждёт его возвращения. Рабаяга вместе с другими нефтяниками 7 месяцев простоял на площади. Он говорит, что беспорядки 16 декабря устроили какие-то незнакомые молодые люди. Между тем, на этой неделе Генеральная прокуратура огласила промежуточные результаты расследования расстрелов Жанузеня. По их данным, из 17 погибших только 12 были убиты полицейскими. Причина смерти остальных пятерых человек – телесные повреждения, ожоги и ранения дробью. Кроме этого, Генпрокуратура обвинила отдельных средств массовой информации в распространении лживой информации о Ножанузенских событиях. По имеющимся данным, предоставление им за определённую плату жареных фактов о тех или иных деталях массовых беспорядков и их последствий даже успело превратиться в бизнес. В этот же день Генпрокурор Асхат Даулбаев отчитывался перед президентом о проделанной работе в Жанузене. Это видео пресс-служба распространила без звука. О чём конкретно докладывал Даулбаев, неизвестно. Если верить пресс-службизу Акурды, прокурор объяснял Ельбасе, что правоохранительные органы в этом году зарегистрировали два раза больше преступлений, чем за тот же промежуток прошлого года. Правда, количество чашких преступлений, по заверениям прокурора, снизилось. Мне сказали, будем бить, если не разденешься, сняла брюки. Потом сказали, что будем прессовать, если я до гола не разденусь. Вызовем ОМОН и будем тебя избивать. Потом в ванную меня повели. 16 декабря прошлого года эти женщины вышли на улицу в поисках братьев и попали в руки полиции. Они видели, что творилось в те дни в следственном изоляторе Жанузеня. Но по понятным причинам женщины согласились на интервью при условии, что мы не будем показывать их лиц. Мне тоже сказали, чтобы я разделась. Тоже угрожали, что вызовут ОМОН и будут бить. Когда меня привели в камеру, я увидела, что там везде кровь. Парни в одних трусах лежат. Мне сказали, что к ним меня закинут. В другой камере людей сбивали. Некоторые из них визжали, как женщины. Члены комитета уверяют, что впереди их ждет много работы. О реальных масштабах Жанузенской трагедии они пока говорить не могут, чтобы не навредить свидетелям. В это время в знак поддержки арестованных нефтяников и общественных деятелей члены комитета Жанузен 2011 объявляют голодовку. Естественно, акция будет проводиться. Это не только голодовка, но мы будем примерно к обеду выезжать в память о независимости. Там минуты молчания, где общественные многолюдные места. Мы там тоже будем, в повязках, для того, чтобы огласим и высказим молчаливый свой протест против этого правового беспредела. Основные требования голодовки – убрать все препятствия в установлении истины о женозенском расстреле, свободу слова родственникам, погибших и очевидцам, заменить содержание оппозиционеров и нефтяников на подписки о невыезде и, наконец, открытый и честный суд. Это трагично, что сегодня гибнут люди. И не где-нибудь у нас в Казахстане, ведь мы же считаемся очень мирной страной. Ну, что можно думать? Беспорядки есть, везде беспорядки. А так лучше бы, как спокойно, нормально жить надо. Я думаю, что народ довели до такого состояния. И официальные данные, сколько-то погибших было, да, там, сто процентов, в два раза больше их было. Слова нашего президента Назарбаева расходятся, получается, на самом деле, с реальными событиями. Заявление власти, что следствие окончено, все материалы переданы в суд, не вызывает большого доверия у неравнодушной части общества. Это только официальное расследование подошло к концу. По мнению членов общественной комиссии, далеко не все материалы и свидетельства разбирались в ходе следствия и были затем переданы в суд. Поэтому это следствие нельзя считать законченным. В сетях размещен видеоролик, где акцентируется внимание на количество стрелков карательного отряда. Вот этот человек начинает первым расстрел жанузенцев с расстояния 35 метров. На этих кадрах видеоролика виден стрелок с двумя пистолетами сразу. Далее мы видим, что огонь по живым мишеням одновременно ведут 11 человек, 10 стрелков с пистолетами и один автоматчик. Возникает закономерный вопрос, почему по стрелкам заведено лишь 4 уголовного дела, тогда как стрелков всего 11. Автор видеоролик отмечает, что между первым выстрелом и последующими прошло 2 минуты 35 секунд. За этот временной промежуток карательный отряд прошел 185 метров. Один из участников общественной комиссии, Распект Сарсимбаев, на пресс-конференции рассказал, что в одном из стрелков жанузенцы распознали работника местной прокуратуры. Распект Сарсимбаев Жанузенская трагедия 16 декабря 2011 года для прогрессивной общественной среды послужила импульсом политической активности. К ней стали присоединяться люди, еще вчера весьма далекие от политики. Объединяющим фактором становится предельно критичное отношение к нынешнему политическому режиму и его перспективам. Они обезглавили митинг. Инициаторами митинга выступают обычные граждане страны. Общество уже начинает кипеть и дойдет, наверное, до состояния леви. На этой пресс-конференции члены ОСДП Азад подводили итоги прошедшего в минувшую субботу в Алматы митинга несогласных. Вы что, совсем у вас ни сердца, ни души нет у вас? Вы вообще нету, что ли, у вас? Вы что, такими лицами? Вы что, своих казахов же на день убили? За что? Полицейские на митинге понимали незаконно своих действий, но они вынуждены, сзади стоят в попахах полковники, которых толкают. И он сегодня является вот этим нечто. И между властью нельзя вроде бы ослушаться. И понимая, что против народа идти нельзя. Сегодня Акимат делает из них щит из полицейских и прячется за их спиной. И полицейские это тоже понимают. Экс-командующий внутренними войсками республики, а ныне оппозиционер Амирбек Тогусов хорошо понимает психологию людей в форме. В этот раз выходить на субботний митинг он даже не собирался. За прошедший год у социал-демократа скопилось шесть официальных предупреждений и три административных наказания. Еще один шаг, и Тогусову грозит уже уголовная ответственность, о чем представители прокуратуры известили его за день до акции. Тогусов остался дома, но в 9 утра к нему в дверь все равно постучали. Трое полицейских попытались задержать его как организатора митинга. Я говорю, подождите, на каком основании? Ну вы же будете участвовать? А вы с чего взяли? Буду я участвовать или не буду участвовать? Почему вы заранее? Я еще ничего не совершил. Возможно, у меня вообще не пойду на это. На каком основании вы меня сейчас даете подписывать повестку какую-то? И почему я к вам должен пребывать? Я говорю, я никуда не собираюсь забирать эту повестку. Он говорит, тогда мы вас будем ждать во дворе. Выйдите, мы вас увидим. Фактически Тогусов просидел весь день под домашним арестом. Лидеров партии ОСДП Туикба, Абилова и Касанова также задержали заранее. До места акции в прошлую субботу они даже не доехали. В их компании оказался и журналист Ермурат Бапи. Обвинение у всех как под копирку. Организация митинга, на котором их даже не было. Адморест вновь получили Абилов и Касанов. Остальные предупреждения и штрафы почти по 550 долларов. В 1937 году при Сталине было тройка судей наших людей. А сейчас там двойка. Судья и прокурор. Третьего нет. За участие в акции несогласных к ответственности привлекли около 30 человек. Обычных граждан. Тех, кто до сих пор не был замечен в активной политике. Попали под горячую руку. По-разному. От 10 до 50 МРП штрафа. Те процессы, которые прошли, это действительно высший пилотаж безграмотности со стороны полиции. Беззаконие, которое было совершено судьями и прокурорами. Я имею право на адвокат. Я нуждаюсь в юридической защите. Меня забирают насильно. Макс Бакаев прилетел в Алматы из Атырау на лечение. Он говорит, что хотел поддержать собравшихся на митинге граждан. Но не дойдя до памятника Абая, он увидел, как трое полицейских силой сажают в автомобиль женщину. Макс вмешался и предложил проехать вместе с ними, чтобы обезопасить задержанную от дальнейшего применения силы. В итоге доброго самаритянина обвинили как активного участника митинга. Очень неприятная картина, когда трое милиционеров, полицейских, берут с трех сторон эту шутненькую женщину и тащат ее в этот спецавтомобиль. Просто, знаете, она долго не могла успокоиться. Хай, 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 хай. А, ну не хочу. Хай, хай, хай. Не надо, поздавь, не надо. Поздавь. Идите домой. Активисток молодежного клуба «Рухпентил» с митинга выдворил лично замначальника ДВД города полковник Абайт Турезбеков. Поняв, что спорить бесполезно, девушки отправились домой. Но далеко им уйти не дали. Десяток полицейских вместе с начальником Медеусского РУВД попытались их силой увезти. Активистка Инга Иманбай потеряла сознание, но тащившие ее полицейские не обратили на это внимания. Девушек вызвалили случайные прохожие. Не сумевшие пройти мимо ребята заставили полицейских остановиться, привели в сознание Ингу и помогли ей избавиться от преследования полицейских, посадив в рейсовый автобус. Впрочем, Иманбай все равно вручили повестку в суд, как участницы протеста. Скорый на руку судья назначил ей штраф в 200 долларов. В центре митинга выступающих граждан задерживали уже не полицейские, а сотрудники СОБРа. Подразделение, обученное противостоять опасным преступникам и не стесняющиеся в методах. Когда с импровизированной трибуны крикнули «Назарбаев, кет!», СОБРовцы отреагировали моментально. За фразу «Назарбаев, уходи» общественный активист Ермек Нарыбаев заплатил полутора годами заключения. Ермек был арестован после попытки инициировать референдум о досрочной отставке Нурсултана Назарбаева. В конце недели его выпустили из тюрьмы. Освободившийся по амнистии Нарыбаев говорит, что не изменил своих взглядов. Главное, что сейчас нам нужно, несмотря на тюрьмы, пусть мы будем еще два-три раза в тюрьмах сидеть. Это не важно. По беспределу они могут все что угодно сделать, но наша задача успеть до тюрьмы, сделать так, чтобы люди за мной, которые пошли, чтобы таких, как я, было много. Умных людей много, а смелых мало. Вот в чем проблема сейчас. День несогласия 2 стал беспрецедентной акцией по количеству пришедшей молодежи, отмечают эксперты. Несмотря на то, что многих лидеров задержали еще на подступах к митингу, он все-таки состоялся. И говорили на нем в основном далекие от политики люди, открыто выражающие недовольство тем, что происходит в стране. Молодежь довольно-таки инертна вся, ничем не интересуется. Созданы, может быть, специальные какие-то условия такие, чтобы отделить молодежь от политики, от общественной жизни в целом. Мирный митинг, совершенно ничего здесь не происходит. Как бы на каждого человека по три полицейских, это, конечно, довольно-таки дико. Уже перед своими детьми будет стыдно, потому что если мы оставим наследство, коррупцию, нечестные суды, вот такую милицию, которая зажимает людей здесь, ну сколько можно? Уже надо что-то менять. Вас как зовут? Гряза! Гряза! Надо быть либо журналистом, либо проявлять гражданскую активность. Ну, имеется в виду на митингах всех, того, что происходит. Очень трудно оставаться просто журналистом, когда в субботу на митинги смотришь на оцепление, на СОБР. На тот СОБР, именно вспоминал, который с некоторыми здесь сидящими коллегами мы защищали, как журналисты, по делу о Нурбанке. Совершенно другими глазами смотришь на этот мир. Посмотреть на мир другими глазами, кажется просто, но в авторитарном обществе это почти гражданский подвиг. С нами что делать, смотрите! Нас за быдло держат, совсем за людей не считают. От вас дайте тротуар! Дайте людям пройти! Ощущение застоя в развитии страны вкупе с человеко-ненавистнической политикой о Курды по отношению к собственным гражданам вызывает у людей вопрос, когда этот кошмар, который преследует страну, окончится. И когда же, в конце концов, в Казахстане будут управлять законы, а не личности? Если вы заметили, происходит такая барбаризация отношений. Есть некоторые ученые, которые даже утверждают, что есть ген варварство. Я думаю, что реальной гена варварства нет, но то, что в каждом человеке геноагрессивность есть, то социальное всегда воспитание каждого из нас делает человеком и личностью. Естественно. Но у некоторых, видимо, это очень сильно развито. И это даже не столько генетически, а сколько интересы. Глубокие, эгоистичные, экономические, политические интересы. Верхушка, которая приводит к тому, что случилось в новом музее. Картина когда-нибудь, она откроется, полностью откроется. И оценки политические, оценки исторические, суда истории избежать не удастся. Как бы они себя не тешили, понимаете, легко, когда у тебя вся власть сегодня, экономические ситуации, геополитические ситуации, такая, да, тешит себя, что все диктаторы, все режимы, которые до нас были, они все недостаточно мны. Вот мы или один такой, чаще всего, меня минует, как некоторые думают, в Астане или в Ахруде. Это абсолютно нашим. Я вынужден это повторять, надежден на то, что каким-то образом это попадет, дойдет до их ушей. Потому что то, как я убеждаюсь, абсолютно не доходит. А если передают, то выхватывают из контекста, из того, что общество говорит, я или другие самые острые выражения, именно персонифицированные критику лидера режима или кого-то, и говорят, вот видите, они против вас настроены. Люди, которые с вами работали, рядом с вами были, они предали, они против вас настроены, и объект их критики и противоборства – это вы. И идет нагнетание страха. А объективной информации, естественно, нет. Каждый нежестоящий пытается скрыть. Но будем надеяться, что это дойдет до них. Вот предыдущий митинг собрал значительно больше людей, и неожиданно то, что не удавалось собирать за Сарантовой. Я много раз говорил, что я не пойду, не ходил, и говорил, что под вождем мирового пролетариата 500 человек собирать, из них там 150-600-ов переодетых, и сотрудников спецорганов там 10 человек пенсионеров. Нет смысла так делать. Вот первый раз собрались, естественно, это навеяло их на определенные мысли и выводы. Они посмотрели, как на этот раз. На этот раз, конечно, было несколько по-другому, скажем так, но есть огромное количество людей, совершенно новых лиц. Причина их недовольства и выхода, они разные. Это не потому, что там отдельные лидеры их призвали, а они пришли на конкретно кого-то. Там есть люди, которые приходят на конкретных лидеров, поддержку конкретно политических организаций, но было очень много людей, которые просто пришли по призыву, их внутреннее подзыв, внутреннее устремление, потому что реально недовольных политикой режима сегодняшним положением в стране очень много людей. Мы не думаем одинаково, в отличие от моноидейных коммунистов, которым мы противостоим. Говорили восточноевропейские диссиденты 70-80-х годов. Они очень гордились тем, что разное, вспоминает современный французский философ Андре Глюксман. И он не видит в этом ничего исключительного. Например, Солженицын и Сахаров тоже были очень разные люди, но способные объединить усилия в борьбе против коммунистической деспотии. Или же пример Польши, где очень эффективным оказалось сотрудничество между либеральными интеллектуалами, может быть и не атеистами, но агностиками, и католической церквью. Из этого родилось движение «Солидарность». Философ называет это принципом негативного единства, когда диссиденты объединяли усилия не вокруг общих ценностей, а против той или иной политики. Продолжая тему культуры протеста. Свои диссиденты были и в советском Казахстане. Филолог, переводчик и литературный критик Александр Жовтис, например, устраивал в Алмате квартирный концерт опальному барду и драматургу Александру Галичу. Спустя годы сын Жовтиса Евгений, уже постсоветском Казахстане, станет правозащитником и возглавит Международное бюро по правам человека. Затем, по трагической случайности, насмерть собьет человека на дороге и будет лишен свободы. На минувшей неделе Евгений Жовтис по амнистии вернулся домой. Дома, кроме супруги Светланы и сына, правозащитника Жовтиса ждал любимый кот-барон. Евгений Александрович не скрывает, что соскучился по своему питомцу. Его уговаривали дожить до моего освобождения. Он очень стар. По кошачьим меркам ему 90, наверное. За 80 далеко. И он выполнил задачу, поставленную ему. Теперь мы собираемся дожить до 100. Барошка, так ласково залуп кота, теперь ни на минуту не отходит от хозяина. Будто боится, что тот опять исчезнет. Даже чай пить, они садятся вместе. Разворачиваемся, барон, идем на кухню. Пойдем. У нас весной и летом летают летучие мыши. И вот он летает, это летучая мышь. А вот каким образом он, исходя из законов физики, втягивается обратно, этого я не могу сказать. Он не может сам трапезу есть, без того, что кому-то не похвастаться. Он несет ее, Светлане, на подушку продемонстрировать пищащую летучую мышь ночью женщине на зубах, чтобы продемонстрировать, какой он вообще добытый. Евгений Александрович говорит, что уже забыл, когда в последний раз был так счастлив. Он до сих пор не верит, что на свободе и находится дома, рядом с родными и близкими. Нужно немножко отойти. От 20,5 года достаточно тяжело дались, поэтому нужно как-то восстановиться, нужно осмотреться. Я, в принципе, это все сказал в заявлении, которое я сделал сразу после выхода. Но когда я его делал, я не учел еще одного, что нужно делать, нужно привыкать к свободе. То еду, наверное, на месяц где-то отдохну, скорее всего, за пределы страны. Вторую неделю на свободе, а выходить на улицу не хотелось. Все свободное время Жовтис проводил дома, в кругу семьи. Но жизнь идет, нужно работать и привыкать к обычному образу жизни. Это даже какое-то тяжелое ощущение. То есть ты начинаешь привыкать к тому, или должен привыкать к тому, что ты действуешь по собственному разумению, по собственной воле. То есть ты идешь, куда хочешь, ты встаешь, когда хочешь, ты ложишься спать, когда хочешь. Ты не ходишь с троем, ты не выходишь на какие-то проверки и так далее. И вы знаете, оказывается, что это очень непросто. Всем здрасте! Всем здрасте! Первый рабочий день. По особому случаю – выходной костюм, белая рубашка и галстук. Пока Евгений Александрович только входит в гущу событий. Страна, мир и дружный коллектив очень изменились, пока он сидел. Офис чуть-чуть подразбогател, как-то так немножко, так стало, немножко посередине цветы. Опять же, попугаи появились, их не было в премьер. Кто-то женился, кто-то замуж вышел. Кто-то родил. Правозащитник не скрывает, воспоминания о жизни за решеткой пока болезненны. Он шутит, смеется, но забыть о случившемся еще не может. Попугая 15 суток. У него колония-поселение, да. Он поднадзорный. Эти два с половиной года переломные в его жизни стали проверкой на прочность. И дело не только и не столько в колонии, признается Жовтис. Самое трудное – жить сознанием, что ты причастен к смерти человека. С год я очень тяжело это все переживал, именно прокручивая и восстанавливая в память эту ситуацию. Потом чуть-чуть что-то забылось, но периодически все равно картинка стоит. Это куртка. Когда я его увидел, я уже ничего сделать не смог, ни то, что затормозить даже. Ну, просто ничего. Не сломаться, не пасть духом. Ему помогла любимая работа. В колонии Жовтис продолжал свою правозащитную деятельность. Там очень много хороших людей. Я бы даже так сказал, что большинство тех, с кем я общался в колонии, значительно лучше тех, кто их охраняет, и тех, кто по определению вроде бы должны их исправлять. Суд над Евгением Жовтисом – один из самых громких процессов в истории Казахстана. Известный правозащитник стал участником дорожной аварии, в результате которой погиб человек. Четыре года лишения свободы в колонии и поселении – таков был вердикт отечественной Фемиды. И вот в начале 2012-го самый известный заключенный страны наконец-то попал под амнистию. И там я внимательно наблюдал за тем, что в стране происходит. И после того, как вышел, естественно, получил возможность внимательно смотреть в интернете, то есть читать прессу более серьезно. И, конечно, многие процессы и аресты представителей оппозиции, журналистов, конечно, они оставляют очень грустное впечатление. Конечно, каким-то образом меняет мое отношение к тому, что делать дальше. То формы и методы, и моя личная деятельность, наверное, претерпят какие-то изменения. Теперь он будет больше времени уделять уголовно-исполнительной системе. И это будет взгляд не просто правозащитника и юриста, но человека, узнавшего систему изнутри. Ольга Станина для программы «Власть КИЗ». В заключении программы репортаж о последствиях наводнения в Южном Казахстане и запоздалой борьбе со стихией, которая длится уже вторую неделю. В эпицентре наводнения на юге Казахстана оказался поселок Тимирлановка. Это административный центр Ордобасинского района области. Большая вода пришла сюда в ночь на 19 февраля. Жительница Тимирлановки Мария Гусейнова рассказывает, что водяной поток двигался с такой скоростью, что дворы и дома оказались залитыми в считанные секунды. Сарай свалился, забор свалился. Из дома только усмел документы взять. Ничего больше не взяли. Вот бегаем все до сих пор на улице. Сельчане в один голос утверждают, они начали бить тревогу еще накануне, когда подтопило дороги, дворы, огороды. Пытались достучаться до ЧАЭСников, предупредить, но пока вода не нагрянула, никто не пошевелился. Звонили ЧАЭСникам, пожарным, даже в Акимат. Нам сказали, когда вода будет по колено, тогда и будет чрезвычайная ситуация. Как же так можно? Есть две версии причин случившегося потопа. Официальная такова. Поселок затопили обильные паводковые воды, которые пришли с полей в результате таяния сугробов. Однако, по мнению жителей, дело не только в обильных осадках, но и в безалаберности местной власти. Через Тимирлановку проходит поливной канал, Найман-Арык. Люди говорят, что его как следует не прочищали. И с первым потеплением вода начала выходить из берегов. Аналогичная ситуация здесь уже была 4 года назад. Тогда под водой оказались сотни домов, больницы, школы. В этом году на техническую очистку каналов выделили около 15 миллионов тенге. Но они не спасли. Разводят руками местные чиновники и с математической точностью объясняют почему. Село находится в низине. Воду никуда не деть. Объем воды превышал 30-35 кубов в секунду. А пропускные способности канала около 8 кубов. Решить ежегодную проблему можно, если построить водное сооружение, то есть плотину. Хочу, что-то спасал, я на воду. Первые дни потопа из пострадавших районов было эвакуировано более двух тысяч человек. Спасатели и военные вручную укрепляли дамбы, прочищали переполненные каналы, отводили воду от населенных пунктов. В регион в экстренном порядке перебросили отряды МЧС из соседних областей и Астаны. Мобилизованы здесь 1280 человек, это вот включая местное население и работники местного Акимата. Кроме этого, здесь работают 350 военных. Вчера работало 35 техники, сейчас мобилизовали дополнительное количество. Итого сейчас 108 единиц техники работают вот в Ордобасы. Морозы, начавшиеся в регионе, как никогда обрадовали южан. Из-за похолодания приток воды в Ордобасинском районе резко снизился. Досамагамбит Истаев рассказывает, что в ночь, когда затопило его дом, он успел лишь вывезти детей. Вода замерзла, и у него появилась возможность спасти оставшуюся мебель и вещи. От наших Акимов никакого толку нет. Никого не видели все это время. Слышали, что комиссия где-то ходит, а сами не видели. Мы не могли все это время зайти в дом. Только сегодня, когда все заледенело, переезжаем, чтобы не остаться под руинами. Пострадавшие от паводков, жители Ордобасинского района начали возвращаться в свои дома. Однако у некоторых сельчан их фактически не осталось. Постройки на юге в основном из саманного и глиняного кирпича, который тает от воды. Роза Искакова даже не смогла открыть дверь в свое жилище, побоялась, что он тут же рухнет. С раннего утра до позднего вечера она вместе с другими пострадавшими дежурит у своих домов, чтобы застать комиссию и представителей Акимата. Специальная комиссия во главе с вице-министром ПЧС Петровым обследовала аварийное жилье и в первый же день выявила пять рухнувших домов, 26 разрушенных хозпостроек и еще более 20 строений, которые нуждаются в срочном ремонте. В районе начали экстренно возводить новые и ремонтировать старые дамбы. Сперва мало было, а потом затоп стало. И вот, пожалуйста, каких-то час вот так вот затопило все дома, везде. И домой зашла. Я не могла даже зайти. Там соседи туда ушла, ночевала там. Через несколько дней передышки на Южный Казахстан обрушилась вторая волна паводков. В регионе прошел теплый дождь и повторилась история недельной давности. Административный центр Ордобасинского района поселок Тимирлановка опять ушел под воду. После первой волны наводнения, проходящий через село Тимирлановка канал, укрепили по всем направлениям. Стены дамбы подняли на полтора метра, но это не спасло. Чиновники и сами признаются, для предотвращения потопа нужны более серьезные меры. Правда, признаются они уже после того, как людей затопило. Проходимость через этот мост 8 кубов. Она разделяется на 2 канала по 4 куба. Сейчас, на данный момент, в связи с тем, что большой поток воды до 30 кубов, даже раскидав на 2 части, переливается. Но переливается в тех же местах практически то, что мы до этого укрепляли. Талая вода с гор прибывает ежеминутно. Стихия частично задела и областной центр Шимкент. В микрорайоне Кайт-Пас от наводнения пострадало несколько домов. Приехавшие спасатели проложили дополнительный арык. Но уже через пару часов жителям вновь пришлось бить тревогу. Люди просили спасателей вскрыть одну из местных автотрасс, чтобы освободить проход для воды. Но им отказали. Он сказал, ты лучше сиди дома, не научи меня, лучше рыбу ловите. А им сказали мы, вот эту дорогу давайте выкопаем, потом вода туда пройдет. А он сказал, нет, мы не можем, лучше у вас два дома развалиться, а мы будем вам помогать. Тогда будем помогать. Критическая ситуация сложилась также в Стайрамском, Атрарском и Байдебекском районах в городе Туркестане. Там тоже затоплены десятки домов, размыты дороги, залиты поля и пастбище. Масштабы бедствия в регионе оценил Владимир Башко. После облета затопленных районов глава МЧС признал ситуацию чрезвычайной. Сейчас самое главное, чтобы у вас были образованы комиссии, чтобы авторитетные люди в них были, чтобы вы сами посмотрели и определили, где какие здания, особенно жилые дома, по постройкам, по хозяйствам, я не знаю, но по жилым домам мы решили это не понимаем. Стоит напомнить, что в конце января на разгромном совещании правительства президент Назарбаев призвал свою команду подготовиться к весне как следует. С тех пор в Южном Казахстане много воды утекло. По югу снега много, да, Владимир Казахович? Не очень? Ну как же, все закладывают, шар дарад переполняется. Все равно, нам надо смотреть. Еще зима до конца далеко, осадки будут. Проверить, чтобы не иметь неприятностей, которые у нас были. Несмотря на слова главы государства, неприятности Южный регион не миновали. Угроза подтопления сохраняется еще в 217 населенных пунктах области. Пока идет подсчет затопленных строений, поступила новая информация. Региональный бюджет в 386 миллионов тенге на Сочи-ЧС давно исчерпан. Теперь на ликвидацию паводка из городских и районных бюджетов Южного Казахстана выделено дополнительно 766 миллионов тенге. Деньги льются как вода и в чрезвычайных ситуациях, кажется, уплывают еще быстрее, чем воды Наймана Рыка. Александра Ким, Ильдар Жунусканов, Южный Казахстан, программа «Власть Киезет». Вы смотрели программу «Власть Киезет» на канале КАПлюс об акцентах, тенденциях и лицах недели. Все ваше власти. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин